В интернете подвели итоги конкурса название самого популярного символа Нового года в СНГ и Грузии. Казахстанский Айазата в этом году на втором месте участвовало в голосовании несколько десятков тысяч жителей Содружества независимых государств. Кто же все-таки самый популярный в этом году, расскажет Алексей Родионов. Казахстанский Айазата и белорусский Дед Мороз уже который год занимают лидирующие позиции в рейсинге самых популярных символов Нового года СНГ. В Минске прошла первая открытая в этом году встреча сказочных персонажей с детьми. На нее пришли несколько сотен маленьких белорусов и гостей столицы. На вопрос, знают ли они, как выглядит Айазата, ответы самые разные. Я думаю, как наши, только черная борода. Большой такой папайя и с длинной бородой до пола. Синя-белый, наверное, скорее всего. Рейтинг главного символа Нового года составил один из популярных туристических сайтов. На первом месте белорусский Дед Мороз, на втором Айазата и на третьем сказочный волшебник из Азербайджана Шахта-Баба. Правда, как говорят белорусы, главное не рейтинг, а сам дух праздника, на котором не забыли и про Казахстан. Города Казахстана, счастливого Нового года и всего наилучшего. Счастья, удачи, любви в новом году. Всего-всего самого лучшего, волшебного и здоровья самое главное. Всем счастливого Нового года и успехов во всем. Дом белорусского Деда Мороза находится в одном из самых древних лесов Европы. На территории в 15 гектаров расположили новогодний замок и дом с тронным залом. Только за один день резиденция принимает около 6 тысяч гостей со всего мира. Алексей Родионов и Владимир Струх, Хабар 24, Минск, Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова